Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В эфире Америка в письмах в ссылке. Сразу прошу прощения за картинку. Я просто хотел показать вид из окна. Сегодня утром в 5 часов утра не мог спать, встал рано. Тема нашего сегодняшнего видео это брак и развод в Соединенных Штатах Америки. Навеяна эта тема нашими американскими благерицами. Естественно, в первую очередь, конечно же, гуру, такими гуру, как Галина Смит, Рина Пентанида, теперь уже и Женя Гейн, которые учат нас тому, как правильно захмутать америкашку, желательно миллионера. Кстати, Галина Смит сейчас расширяет поле деятельности. Не знаю, видели ли вы ее последний ролик. Там ей написал письмо молодой человек, который тоже хочет замуж за американца. Молодой человек Владлен, он постоянно комментирует ее видео словами «благодарю». И вот в этой тусовке из-за женщин, бабушек, желающих выйти замуж за американца, он тоже затесался и спрашивает у Галины, как бы ему пристроить свое пузико, желательно в Америках. Говорю я про пузико не потому, что я хочу поиздеваться над Владленом, но дело в том, что этот приверженец любви цвета ультрамарин сказал Галине, что вот он набрал вес и как бы он не во вкусе российских мужчин, и вот он посматривает на международные сайты знакомств. То есть поэтому я говорю, что он теперь хочет пристроить свое пузико за границей, потому что в России пузико как бы не пользуется успехом, по его словам. Я был практически уверен, что Галина Смит предложит Владлену купить у нее курс базовых витаминок с тем, чтобы сбросить вес. Но Владлен, видимо, будучи на канале уже давно, подстраховался и написал Галине, что он намели, денег у него нет, поскольку он потерял работу. Поэтому Галина ему витаминки свои не пыталась втюхать. А вообще там были очень интересные комментарии, в частности от одной женщины, которая написала, что она, послушав мои видео на канале Америка в письмах, пошла проверить, что же такая Галина Смит там. И так влюбилась в Галину Смит, так влюбилась в Галину Смит, что она уже больше месяца не вылазит с ее с канала и смотрит все подряд для вдохновения. Так что есть какая-то все-таки польза от каналов-обзорщиков. Не нужно на нас наезжать, а нужно только благодарить. Ну а вообще у нас разговор в этом видео пойдет не о Галине Смит и даже не о Жене Гейн, которая тоже предлагает свои услуги, обещает помочь бедным страждущим нашим женщинам найти миллионера. Как многие правильно отметили, проект этот просто морально устарел. Женя опоздала со своими революционными идеями, ну по меньшей мере на 5 лет, потому как вся эта вот тема о том, как выйти замуж за иностранца, как удачно найти себе мужа за границей, это вообще тема давным-давно устарела. Все, кто надо, уже давным-давно повыходили замуж, и не один раз, и уже 33 раза развелись. А если еще и остались какие-то там тетушки, которые ходят к этим гуру для того, чтобы узнать, а как разместить фотографию, а какого формата фотография, а что делать, если попросят фото в бикини, а что делать, если предложат виртуальный кекс, а что делать, если он не шлет деньги, а как попросить деньги, а как попросить мобильный телефон. Короче, если вот такие еще остались с такими вопросами, то это уже клиника. По-моему, тут уже ничего не поможет ни один гуру. Но речь вообще у нас сейчас не об этом, а речь о том, что сейчас все более популярными становятся разговоры о том, не как выйти замуж за иностранца, а как развестись, либо как удачно развестись, либо вообще как развестись без потерь для себя, потому что в Америке развод может быть дорогим удовольствием. В связи с этим я уже давно посматриваю канал Виктории Венцегеры. Я ее уже упоминал. Виктория разводится уже давно. В прошлый раз, когда ее смотрела, она разводилась уже два года и заплатила 20 тысяч своему семейному адвокату. Сейчас, когда я ее посмотрел заново, она разводится уже три года и заплатила 30 тысяч своему адвокату. Муж не дает развод, они никак не могут поделить имущество, детей и так далее. Но речь даже сейчас не об этом. Дело в том, что Виктория Венцегера часто проводит такие вот коллаборации. В частности, с другим блогером, женщиной нашей, приехавшей в Америку. Эта женщина живет в Калифорнии, зовут ее Алиса, и канал ее называется «Алиса в Калифорнии США» по-русски. И вот во время одной из таких недавно прошедших коллабораций на канале Виктории Венцегеры, девушки Виктория и Алиса затронули тему того, вообще нужен ли этот брак. Так, и Виктория сводилась к тому, что побывав единожды замужем за американцем, это для нее стало такой травмой, что она как в страшном сне представляет замужество с американцем снова, что это нафиг не надо, это финансовые потери, никакой, короче, выгоды из этого нет. Тогда как Алиса, которая на момент коллаборации уже 11 дней была в очередной раз замужем, визжала, кричала, что только через штамп, что без штампа вообще это не считается, потому как штамп это ответственность и так далее и тому подобное, что брак это вообще все, она за него горой. Хотя надо сказать, что у этой Алисы история тоже темная, она попала в Америку через брак, выйдя замуж за престарелого американца, дедульку, от которого она очень быстро сбежала в другой город, где якобы ей предложили работу. Дедульке это, конечно же, не понравилось, не для того он молодуху вез, чтобы она от него отдельно жила, он ей стал строить козни, угрожать, всячески издеваться над ней. Ну, она, в общем, бежала от него, роняя тапки, и вот она встретила этого Кертиса, за которого она теперь вышла вот замуж, дожав его, наконец-таки. Шесть лет они жили вместе под одной крышей, Кертис всячески отказывался на ней жениться. Причем там был еще такой момент, что Кертис не взлюбил сына Алисы, но Алиса не сдавалась, а решила, что она дожмет, додавит этого Кертиса, дотащит его до алтаря, немытьем-то катанием. И для этого она прибегла к последнему отчаянному шансу, а именно уйти от Кертиса и снюхаться с каким-то другим мужиком, чтобы Кертис наконец-то понял, что она еще ого-го, на нее очередь. И она, кстати, не прогадала. Она ушла, сошлась с другим мужиком, и когда Кертис узнал, что вот она уплывает уже насовсем, он стал за нее бороться, предложил ей брак, и вот они расписались, и он там чуть ли ее не вписал в какую-то свою недвижимость. Как совладелицу, и вот Алиса визжит, пищит от счастья, что она теперь себя чувствует защищенной, и он о ней теперь заботится, потому что теперь она жена, первые шесть лет относился к ней черти как, вообще ни во что ее не ставил. Поэтому она сделала такой вывод, что брак, брак и только брак, и вот она тыкала в камеру своим кольцом, что вот теперь у нее кольцо, а Венцегера смотрит на нее и говорит, ну зачем нужен этот хомут, зачем нужен этот ошейник в виде брака, брак это добровольное рабство, подожди, ты еще не начала разводиться, потом посмотришь, сколько тебе придется платить адвокатам. А, значит, Алиса дула в свою дуду и все твердила, что ничего страшного, те 2 миллиона, которые мне полагаются при разводе, их хватит для того, чтобы оплатить адвокатов. Она-то не понимает, что эти 2 миллиона, если она их и получит, то это будет уже после развода по решению суда. В общем, короче говоря, две женщины остались непоняты, вернее, они не поняли друг друга, они говорили мимо друг друга, как бы. Одна новоиспеченная невеста визжала о том, как она счастлива, что она наконец-таки жена после 6 лет мытарств, а другая слушала эту визжащую Алису с потухшим взглядом, и толком эти женщины не пришли ни к какому выводу. В принципе, каждая осталась при своем мнении, но тему эту нужно поднимать, потому что это довольно-таки интересно, развод сейчас является практически неотъемлемой, неотъемлемой части большинства людей, это такой естественный, как бы даже можно сказать, этап в жизни взрослого человека, а за границей это происходит довольно интересно, ну, как интересно, не всегда быстро, да, то есть нам бы интересно было узнать, вот как это все действует, как это все работает. Ну, а у меня, в принципе, все. Если вы видели это видео или пойдете его посмотрите, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, что вы вообще думаете о том, нужно ли или нет снова вступать в брак после очередного развода, и было ли это в вашей жизни. С удовольствием послушаю ваше мнение, всех благодарю за комментарии, надеюсь, что у вас все хорошо, до новых встреч, пока-пока.